Здравствуйте! Всех приветствуем на своем канале, всех приветствуем в нашей школе будущего. В этом видеоматериале мне хочется полномочия Творца вернуть Творцу, поскольку, оказывается, на страницах Евангелия есть цитаты, которые подтверждают то, что Иисус является не просто Богом, но еще Творцом, который все сотворил. И эти полномочия ему дает, опять-таки, апостол Павел, либо люди, которые написали его тексты. Ну вот, это первая часть цитат, которые, зачитая, они как-то конкретики такой не несут, а вот следующие цитаты действительно уточняют события их участников. Итак, начну с послания к евреям, глава 1, стих 2. «Которой Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Ну вот такая размытая вроде фраза, да, но тем не менее уже понятно, что веки сотворил, значит, все сотворил абсолютно. «И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса делал рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обвешает, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится, но ты тот же или та твоя не кончится». Собственно, я, конечно, когда первый раз почитала, то отнесла эти слова однозначно к Богу Творцу, к Богу Отцу, но, к сожалению, если мы зачитаем послание к Колоссянам, то поймем, что речь идет об Иисусе. И здесь конкретно в 18 стихе есть такая строчка, и он есть глава тела церкви. Ну, понятно, что, конечно, это Иисус. Итак, читаю, глава 1 стих 15, 16, 17, 18, 19. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тварей, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано». То есть Иисус все создал, все создал для себя. Но самое интересное, что за счет него еще все это держится. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь славу им, иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полната». То есть апостол Павел считает, что вот такие полномочия сыну были даны самим Богом Отцом. Но Иисус так не считает. Иисус не считает себя Богом Творцом. Он в своих цитатах говорит об этом неоднократно, и зачитывал я вам часть цитат. «Благовествование от Матвея, глава 11, стих 25, сказал «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли». То есть обращение идет к Отцу Небесному, и Он называет Его Господом неба и земли. А если Он является Господом неба и земли, то, естественно, Он их и сотворил. Евангелие от Матфея, глава 5, 45, стих. «Добудьте сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ну, тут, конечно, можно двояко рассматривать вот эту цитату. Есть тут аллегории, но можно и прямым текстом воспринимать. Речь идет о том, что благодаря Творцу восходит солнце и дождь, льется на землю и не только. И я вам уже говорила о том, что, в принципе, есть доказательства во всех трех источниках, что именно Бог Израилев, Бог Отец сотворил все. И почему вот такой вот интересный ход к нему апостола Павла, мне непонятно. Ездры, глава 6, стих 6. «Тогда я помыслила, сотворено было все мной одним, а не через кого-либо иного. От меня также последует и конец, а не от кого-либо иного». Дело в том, что если апостол Павел считал, что с Богом Творцом что-то случилось, и только сам Сын может быть вечен, то я думаю, что, конечно, ошибочное мнение, если кто-то тоже так думает. Исайя, глава 40, стих 28. «Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает, разум его не исследим?» Исайя, 42, 5 стих. «Так говорит Господь Бог, Бог, сотворивший небеса и пространство, и распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней, и дух, ходящий по ней». Еще я зачитаю Исайю. Есть у него достаточно много цитат на эту тему. 40, глава, 22, стих 26, 25, 17 и 18. «Он есть тот, который выседает над кругом земли, и живущий на ней, саранча перед ним, он распростер небеса, как тонкую ткань и раскинул, как шатер для жилья. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните? Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожество и пустота считаются у него. Итак, кому уподобите вы Бога и какое подобие найдете ему?» Да нет ему подобия никакого, потому что он у нас один, естественно, он уникален. Как бы то ни было, вы должны понимать, что Иисус, хоть и Сын Бога по духу, но вы должны понимать, что это плоть, которая пришла на землю для того, чтобы выполнить свою миссию. Да, это помазанник, но, тем не менее, это был все-таки человек, пусть он даже и родился таким вот уникальным образом, но, тем не менее, это не творец. Хочу зачитать сейчас вам цитаты о делах Бога, поскольку они действительно уникальны и неповторимы. Экклезиаст, глава 8, стих 17. «Тогда я увидел все дела Божьи и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек не трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого». Глава 11, стих 5. «Как ты не знаешь пути ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Сера, глава 16, стих 27, 28, 29. «Навек устроил он дела свои, и начало их в роды их. Они не алчут, не утомляются, не прекращают своих действий, то есть не чувствуют голода. Ни одно не стесняет близкого ему и до века не воспротивится ни слова его». Действительно, все процессы, которые запущены, они работают стабильно. И все это устроено на века. Мы еще вернемся к этой теме. Сера, глава 18, стих 5 и 3. «Невозможно ни умолить, ни увеличить, и невозможно исследовать динные дела Господа. И кто может исследовать великие тела Его». Да никто. Просто те, кто считают, что Иисус мог сотворить все то, что сотворил Творец, и действительно верит словам апостола Павла, если он действительно это написал. Я хочу просто вот так вот засчитать одну цитатку. Это у нас Исаий написал, глава 45, стих 9. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок черепков земных». Здесь речь идет о припирании. Я хочу сказать, те, кто не считает Творца Творцом, уже припирается с ним, является черепком земным. Поэтому будьте мудрее. Всего вам доброго. Продолжение следует...